Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. Харькове, 9 часов 54 минуты, 14.04.2017 года. Наблюдаю за чатом, делаю подготовительный материал для будущих роликов. Понимаете, вот если я сейчас вам на пальцах скажу, как дело обстоит, то крайне сложно будет понять. Почему же жителям Америки, псевдоамерики, придумали Канаду и Южную Америку? А надо было как-то объяснить непонимающим американцам, которые живут в небоскребах, что это вдали там виднеется. Но они же не могли сказать, что это Сибирь. Поэтому была придумана Канада. А вот с южной стороной обстояло дело иначе. Они же тоже видели, что, я имею ввиду, Панамский канал, что там тоже есть люди, города. А как же ж объяснить, что это начало Антарктического круга? Поэтому они вынуждены были придумать Южную Америку. Но что же на самом деле находится на юге от Панамского канала? Австралия. Я долго лопатил интернет, мне удалось найти одну карту. Несмотря на то, что она была искажена, опять же, перерисована. Но это лично как, в первую очередь, для себя, чтобы мозаика сложилась в полной мере. И вообще продемонстрировать. Я сейчас это говорю на запись. Я сейчас это говорю на запись. Вот. Еще, знаете, что я вам скажу на запись? Не все земли обозначены на нашей карте. Хорошо, что добавился роман. Потому что, когда я открыл Австралию на юге Америки, мне надо было, в первую очередь, чтобы он это услышал. Почему? Потому что, когда он задал вопрос про Панамский канал, я все правильно сказал. Он граничит с Антарктическим кругом. Но люди-то в бинокль не Антарктический круг видели, а нормальную относительную растительность. Я вам скажу даже больше. Антарктический круг не состоит изо льда, в общей принятой мере. Внешний наш круг из себя представляет в большей степени выжженную пустыню, нежели лед. Вот, значит, мне нужно было понять маршрут на этой карте самолетов. Я понимал, что единственный путь, который они могут проделывать, это только через верх. Вспоминая рассказ Лены из Германии, которая часто упоминала, что она очень летела долго мимо льдов, очень долго льды были, потом они закончились. Я благодаря комментарию под одним из роликов могу теперь как бы озвучить, что действительно летят через верх. Вот пишет, благодарю Алексей Барболин, если ты в записи отслышишь. Алексей пишет, я летел в Америку четыре раза из Санкт-Петербурга через Париж, Милан, Франк, Номаль, Майдрид. Единственное, что тогда удивило, что все перелеты шли через север, в основном над материком и совсем немного над океаном. То есть такая дуга через верх и резко потом вниз к Америке. То есть вы поняли, уважаемые слушатели и зрители? То есть они, грубо говоря, с запада поднимаются вверх, проходят над так называемой Арктикой. Это не Арктика, я потом, если все будет хорошо, я расскажу, что это на самом деле. Я просто готовлю материал. Пролетают полностью мимо вымышленной Арктики и спускаются вниз в Америку, так называемую. Почему они были вынуждены придумать Южную Америку и придумать Канаду? Так, смотрите. Когда на вот этом перешейке они были вынуждены создать Америку, причем, обратите внимание, Америка, территория огромная, но живут все в небоскребах. А небоскребы для того и строились в огромных таких количествах, высоких, чтобы запихнуть такое количество людей. Потому что вся Америка, по сути, находится на небольшом пятачке. Но американцы, когда смотрели на север, они видели, грубо говоря, огромный континент. поэтому нужно было придумать Канаду. А когда американцы смотрели на юг, через канал Панамский, то там тоже был материк. И поэтому они должны были придумать Южную Америку. Для чего они придумали Южную Америку? Да потому что на самом деле там находится на том пятачке начало антарктического круга. У нас принято его называть Австралия. Перелеты происходят, допустим, вылетают с западной части и летят вдоль континента. Как говорила Елена из Германии и вот тоже автор статьи Андрей, если не ошибаюсь, сообщения под роликом. Долго льды были. И потом... Но он-то вообще понял, как траекторию полета. И он понял, что пролетают над материком и опускаются резко вниз к Америке. А австралийцам, австралийцам, которые, по сути, видят тоже впереди себя континент. Им относительно правильно сказали, что же они видят. Кстати, вот карта, где на юге так называемой Америки изображена Австралия. Да, она уже перерисована. Она уже перерисована и ее часть идет в антарктический круг. Но вот австралийцам, австралийцам, им, в принципе, правильно говорят, что они перед собой видят... Вот этот пример. То есть австралийцам, правильно говорят, они видят перед собой уже понятные им острова. Но вот американцам... Американцам надо как-то было объяснить, что впереди за остров. Поэтому они придумали в Южную Америку. На самом деле, так называемые американцы на перешейке видят начало континента Австралии. Он же Антарктический круг. На старой карте, несмотря на то, что она искаженная, это показывается. Потом американцы на вот этом своем маленьком перешейке видят с небоскребов на север впереди необъятные просторы. А так как они находятся вот здесь, по факту и на самом деле, то им эту территорию назвали Канадой. Есть люди, которые не могут по каким-то причинам понять. Есть, которые под роликом пишут, он живет в Америке. И я говорю что-то непонятное для его мозгов. Вот если он не чмякал, не бякал, а просто отправился бы на север своей Америки и попал бы в Россию. Но он этого не сможет делать. Поэтому он только может рассказывать, что он живет псевдо Америки. Кто впервые подключился, вот этот маленький аппендикс находится вот здесь. Вот он. Видите, как хорошо все сходится? И носик вот этот штат Флорида и Южная Корея. Это одно и то же. Это все одно и то же. Поэтому вот здесь живут так называемые американцы, которые на севере видят, грубо говоря, континент Азия. А на юге видят континент Австралия, она же Антарктида. Моя А с вами по-прежнему Вячеслав Котляров в Харькове 4 часа 55 минут 15.04 2017 года. И если будет все хорошо, я создам настоящую карту того места, где мы проживаем. На этой карте будет указано точное нахождение гипербореи, которая поныне существует. И куда улетают всегда птицы и возвращаются к нам обратно. На сим разрешите откланяться, быть добрым. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ